МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Сегодня вашему вниманию итоги 2017 года глазами наших корреспондентов. Здравствуйте. Прорыв в IT-сфере, раскрепощение бизнеса, новые международные контакты и большие стройки. Социально-экономическое развитие страны и области в обзоре Марины Джалой. 2017-й год столетия событий 1917 года. Октябрьская революция оказала влияние на судьбы всех народов мира. А еще стала точкой отсчета истории разных служб и ведомств. Анна Ковалева вспоминала важные даты и вековые юбилеи. 60 лет в эфире. Сегодня юбилей отмечает телерадиокомпания Гомель. Именно в последний день 1957 года началось профессиональное вещание из Гомеля. Пройденный путь от объединения энтузиастов до одного из крупнейших медиа-центров страны. В репортаже Натальи Каприленко. 2017-й год после Олимпийский. Он не был особенно богат на события. Но гомельские спортсмены привозили награды с внутренних и международных стартов. О самых значимых расскажет наш спортивный корреспондент Михаил Садовский. Какой была жизнь региона в 2017 году расскажем в ближайшие 26 минут. 2017-й год благодаря выходу серии декретов и указов для Беларуси оказался по-настоящему переломным. Тем, кто давно хотел открыть свое дело, сделать это стало гораздо проще. Уже действующим бизнесменам тем более. Сократили проверки, ослабили внешний контроль. Кроме того, без регистрации предпринимательства теперь можно осуществлять новый вид экономической деятельности. В результате раскрепощения деловой инициативы бюджет пополняется дополнительными доходами и создаются новые рабочие места. О событиях социально-экономической жизни страны и области в 2017-м материал Марина Джалой. Ключевым документом по улучшению бизнес-климата стал декрет номер 7 о развитии предпринимательства. Он минимизировал вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усилил их ответственность за свою работу перед обществом. Например, указ номер 337 о регулировании деятельности физических лиц расширил перечень видов экономической деятельности, которыми можно заниматься без регистрации индивидуального предпринимательства. Указ номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания принят для стимулирования деловой активности и исключения излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования. 364 указ об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности расширил перечень видов этой деятельности и дал возможность мастерам продавать свою продукцию через интернет. Указ номер 365 о развитии агроэкотуризма расширил возможности для оказания услуг в этой сфере. Например, стало возможным проведение свадеб и банкетов. Ближе к концу 2017 года президент Александр Лукашенко подписал фундаментальный и масштабный документ «Декрет о развитии цифровой экономики». Он направлен на создание таких условий, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. Уже сейчас можно говорить о том, что в Гомеле давно и успешно работают в этом направлении. Эффективно трудятся не только мощные международные компании. Заявляют о себе и отдельные специалисты IT-сферы, разработчики новых мобильных продуктов. В регионе набирает обороты стартап-движение. Например, активно и плодотворно сотрудничает с вузами «Технопарк». В результате у каждого талантливого студента есть шанс быть замеченным и востребованным. Чтобы укреплять международное сотрудничество в отдельных сферах, важно иметь и крепкие политические связи. Например, в Гомеле в декабре прошло заседание Совета министров союзного государства. С участием главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова обсуждались проекты бюджета союзного государства на 2018 год, приоритетное направление развития на период до 2022 года и создание равных условий для субъектов хозяйствования. Кроме того, в 2017-м наш регион посетили десятки зарубежных делегаций. Для представителей ряда стран визиты в Гомель стали традиционными, в их числе Италия, Швеция, Голландия, Украина, Китай. Кстати, в международном сотрудничестве с КНР появляются и новые партнеры на уровне отдельных провинций. Впервые в этом году у нас побывала делегация из Ляо Чена. По результатам визита были налажены партнерские отношения с нашим областным центром. Для экономики Гомеля это очень важно. Его внешний торговый оборот 2,5 миллиарда долларов в год. С Китаем пока всего 50 миллионов. Чтобы увеличить доходность экономики региона, нужно активнее укреплять ее в каждом районе. Особенно это касается тех, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2017-м в годовщину техногенной катастрофы президенты Беларуси и Украины приняли участие в мероприятиях, которые прошли в нашей области. Александр Лукашенко и Петр Порошенко во время встречи высказали намерение сделать все возможное, чтобы активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. Сотрудничество с Украиной в 2017-м году также укреплялось на уровне регионов. Ряд договоренностей был подписан с Херсонской областью. Сначала зарубежную делегацию принимал Гомель, затем представители власти нашего региона посетили Херсон. Украинцы выразили заинтересованность в сотрудничестве в качестве резидентов свободной экономической зоны, технопарка, в сфере воздушных перевозок и совместном производстве сельхозтехники. Кстати, сельскохозяйственные машины Гомсельмаша в 2017-м году в очередной раз продемонстрировали свои плюсы и возможности работы в сложных погодных условиях. Ведь год для агрария в области был непростым, но общими усилиями удалось достичь высоких результатов. Об этом во время торжественного собрания на областных дожинках в Житковичах говорил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник. Так, по итогам сельскохозяйственного года на 13% выросла выручка и в 2,5 раза увеличена прибыль от реализации продукции. Гомельские хлеборобы произвели почти 1,3 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего. Регион занимает лидирующие позиции в стране и по показателям развития животноводства. В 2017 году наша молочная продукция начала экспортироваться в Китай. За счет освоения таких новых рынков, как Непал, Аман, Сингапур, Сирия, Турция, Вьетнам, Чехия, география экспорта товаров расширилась до 27 стран. Год был успешным и в строительной сфере. Введено в эксплуатацию более 440 тысяч квадратных метров жилья. Это на 50 тысяч метров превысило годовое задание. И здесь наш регион на первом месте в Беларуси. Активно застраивались многие микрорайоны областного центра. Больше всего многоэтажек построили в 2017 году в 59 микрорайоне. Новоселами шести новых домов стали более 600 семей. В 2018 здесь появится еще несколько высоток. Свободные площади на исходе. Но в планах строительства рядом двух новых микрорайонов. 59 А и 59 Б. Новые микрорайоны требуют и соответствующей инфраструктуры. В конце года в 19 микрорайоне Гомеля открыли первый в стране детский сад в многоэтажке. Это стало событием действительно республиканского масштаба. Ведь проблема нехватки садов в микрорайонах новостроек актуальна для всех крупных городов. Подобные объекты при первой возможности планируют построить в других новых микрорайонах. Если проект окажется успешным, аналогичный опыт распространят и на прочие регионы страны. Не менее значимым подарком к Новому году стало открытие в области двух домов семейного типа. Один появился в Гомеле, второй в Лоеве. Настоящая новогодняя сказка об уютном доме и любящих родителях стала явью для 14 деток. Хотелось бы, чтобы и у каждого жителя нашей области в Новом году сбылось его самое заветное желание. А 2018-й стал удачным и благополучным для экономики всей нашей страны. Марина Джалая, Василий Осипцов. Новости недели. Итоги своей работы в этом году подвели и многие службы и ведомства региона, которые в 2017-м отметили солидный юбилей. Как это было, в прошлое заглянула Анна Ковалева. 2017-й заставил вспомнить события столетней давности. Век назад случилось то, что перевернуло ход истории. Артиллерия, пулеметы, запах пороха и оригинальная военная форма. Так, Октябрьскую революцию 1917-го вспомнили в Гомеле. Ради этого съехались реконструкторы со всей страны, а после говорили. Такая реконструкция бывает раз в сто лет. В тот день, 7 ноября, в историю заглянули еще раз. Гомельчане получили послание из прошлого. Капсула пролежала в земле Кургана Славы 50 лет. Поднять ее на поверхность завещали в день столетней годовщины революции. Заветы на будущее оставило и нынешнее поколение. Новое послание в юбилейный день замуровали на главной площади города, также на полвека. Революция 1917-го стала отправной точкой для целого ряда событий. В стране один за другим появлялись новые службы и ведомства. Именно поэтому в нынешнем году они также отмечали вековые юбилеи. Так, сто летие отметил Комитет государственной безопасности. Нюансы его работы не всегда известны. Но главная задача, очевидно, и за десятилетия не изменилась. Это обеспечение безопасности страны. Быть сотрудником КГБ значит быть патриотом, не рассчитывая на публичное признание. Среди бойцов невидимого фронта немало тех, кто исполнял интернациональный долг и ликвидировал последствия Чернобыльской катастрофы. Кстати, Беларусь – единственная страна из бывших республик Советского Союза, которая оставила первоначальное звучное название ведомства, чем не символ преемственности поколений. Свою столетие отметила и белорусская милиция. В Гомеле праздник провели с размахом. В честь даты в городе появился новый памятный знак. Бронзовый сотрудник по задумке – гомельчанин. Он только демобилизовался после Великой Отечественной и пришел на службу в милицию. Здесь он уже в звании лейтенанта. Рядом его верный напарник – мотоцикл М-72. А на нем самом – форма 50-х годов, увенчанная наградами. К слову, в день открытия знака награды получили и нынешние сотрудники милиции. В 2017-м круглые даты, правда, уже 95 лет, отметили прокуратура и адвокатура. Дни рождения у них в один день. Общие и цели работы – охрана законных прав и свобод граждан. К слову, для адвокатуры 95-й год жизни стал особенным. Впервые в стране присвоены звания «Почетный адвокат». Их получили и две гомельчанки – Нина Бабкова и Виктория Мелешко. Обе посвятили профессии 45 лет жизни. Провестница адвокатуры и прокуратуры – санитарная служба региона. Она стала первой в своем роде на территории всего бывшего Советского Союза. Сразу имела две лаборатории. Сейчас в 10 раз больше. В них современное оборудование способно определить более полутысячи видов микроорганизмов. Еще один 100-летний юбиляр этого года – органы ЗАГС. Все эти годы работники службы вели записи о рождении детей, заключении и расторжении браков и о других важных событиях в жизни человека. В регионе сегодня 25 ЗАГСов, Дом гражданских обрядов и архив. За этот год в них сделали более 39 тысяч записей. Летопись жизни региона уже 100 лет ведет и старейшая газета «Беларусь» и «Гомельская правда». За век она сменила несколько названий. Сегодня это уже целый издательский дом, который занимается радиовещанием, изданием полиграфии и книг. Самым солидным юбиляром уходящего года стал сам «Гомель». Он справил 875-й день рождения. То, с каким размахом отмечали события, история для отдельного сюжета и даже фильма. Главное, этот день рождения стал рекордным. Как минимум по количеству праздничных площадок. Дорогие земляки, с праздником! И хоть по паспорту 875, в реальности многое в 2017-м для «Гомеля» было впервые. Первый фестиваль городской еды, первый фестиваль виноградарей и первый музей печати. Ряд знаковых объектов ко дню города получили вторую жизнь. К слову, в 2018 году свой 80-летний юбилей отметит вся «Гомельская область». Официальная дата основания – 15 января 1938 года. Сегодня наш регион считается крупнейшим в стране. Практически вся белорусская нефть и газ добываются именно здесь. Каждый год появляются новые скважины. Внимательно за этим следил и наш телеканал. Скважина уходит вглубь почти на 3 километра. Сейчас ведутся исследования месторождения. Закончить эти работы планируют примерно через месяц. Экономические и культурные бренды региона, комбайны с мировым именем, беленая целлюлоза, уникальные научные разработки, площадка масштабных республиканских и международных конкурсов, фестивалей и родина многих ныне всемирно известных талантов. Все это «Гомельская область». О том, какие еще свершения ожидают ее в будущем, неизвестно. Но, понятно одно, они, несомненно, будут. И о самых значимых обязательно расскажет главный телеканал региона «Беларусь-4 Гомель». Для вас работали Анна Ковалева и Игорь Морищенко. Увидимся в 2018 году. 60 лет тому назад, под Новый год, в Гомельской области начался отсчет нового революционного вида искусства – телевидения. 31 декабря 1957 года уже профессиональный телецентр из Гомеля заявил о себе первой новогодней программой. В 60 – жизнь только начинается. Калейдоскопом проектов и программ на практике доказывает телерадиокомпания «Гомель». «Назад в будущее» одного из крупнейших региональных телерадиоцентров Беларуси – репортаж Натальи Каприленко. Энтузиазм, импет, драйв – на любом языке и сленге телевизионщики разных поколений по-своему попытаются объяснить необыкновенную перчинку, которая их всех объединяет и отличает профессию. И пусть те, кто по ту сторону картинки спорит, телевидение – это искусство или нет, для большинства людей, создающих эту самую картинку, телевидение – жизнь. Выдавных поспехов добились и у своей работы радую аматоры помельских радуок клуба «Досав». Тут при отсутствии телевизионных центров принимают телепередачу. В 1956 году студия «Энтузиастов» впервые выпускает в эфир собственную передачу. Уже через год небольшой коллектив телерадиолюбителей становится родоначальником профессионально-оригионального телерадиоцентра, первого в Беларуси. Переход на трансляцию собственного эфира на 40% территории области – просто революция. Снимали на кинокамеру, выходили в прямой эфир. Тогда о профессии оператора, режиссера или видеоинженера и речи не шло. Первая запись в трудовой книжке гомельских энтузиастов техник телевидения произвела фурор. Радуус приема звычайного телевизора – 30-40 километров. Гомельские радуи аматоры глядят концерты и спектакли Киевского телевизионного центра за 240 километров. В 60-х годах у Гомеля прямая связь с Москвой. На зависть даже белорусской столицы. Формируются отдельные тематические редакции и хрубрики на уровне телецентров других союзных республик. В 70-х прямые эфиры из Минска и появление цветного изображения. Полностью в цвете гомельское телевидение стало транслироваться в начале 80-х. Вообще 80-е и 90-е прошлого века – время активного развития для Гомельского телецентра. Внедрение техники, выпуск телепередач на разные темы, подготовка фильмов о выдающихся людях эпохи и просто о неординарных личностях. Но главное – это время формирования своего читаемого стиля. А сегодня мы пропонуем вам зазернуть за той бок экрана и познаемиться с людьми, чья праца, случайно, застояться за кадром. 2000-е годы. Активное применение компьютерных технологий, оборудование полноценных студий для выхода в эфир, новостных, цикловых программ, ток-шоу. Потом стремительное развитие авторских проектов, которые прозвучали на всю республику и подарили Гомелю телевершины. Приятно, конечно, побеждать, но лучше бы таких программ не было. Лучше бы в Белоруссии не было детских домов, не было неблагополучных семей, и наши дети жили в счастливых семьях. Кадры из фильма, выпущенного к 50-летию Гомельского телевидения, теперь интересны молодым сотрудникам уже с исторической точки зрения. Камеры, пульты видео и аудиомонтажа, эфирное оборудование скоро совсем перейдут в разряд раритетных. Но во все времена для любого поколения телевизионщиков останется актуальным главный, секретный ингредиент профессии – работа только командой. Ведь телевидение – это не ведущие, корреспонденты, редакторы, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, инженеры, а единый организм. Сердце телерадиокомпании «Студия» именно сюда каждый год стремятся попасть на экскурсию школьники и студенты. Все утверждают, что здесь какая-то совершенно особенная аура. В этой обновленной студии записываются информационные программы, которые выходят в эфир на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-4». У телерадиокомпании две современные студии, где кипит работа телевизионщиков. Сегодня предприятие выпускает в эфир около 40 проектов и передач. Героем актуальной программы может стать практически каждый зритель Гомельской области. Репортажи о юбилее родного телевидения – один из немногих случаев, когда на ТВ попадают не только ведущие и корреспонденты, а все, кто обычно остается за кадром. Под Новый год подстраивать коллектив с юбилеем и наступающими праздниками в Гомель приехал председатель «Белтелерадиокомпании» Геннадий Давыдько. Глава ведущего медиахолдинга страны отметил, что несмотря на внушительный возраст, в работе Гомельского областного телевидения не ощущается творческой усталости. Самое главное, когда мы говорим о средствах массовой информации, качества – это доверие. Доверие завоевано профессионализмом, оперативностью, достоверностью. Я вижу будущее компании в освоении интернет-аудитории. Мне хочется, чтобы вы больше снимали документалистики, у вас это хорошо получается. Я вижу также перспективу, возможно, в съемке игрового кино. Очень интересные репортажи о судьбах людей Гомельщины. У вас тоже это получается. Сейчас телерадиокомпания активно работает над программами и проектами 2018 года. Нашим зрителям также не стоит расслабляться. Мы призываем активнее участвовать в медийном процессе, ведь сегодня вы – незаменимый элемент телевизионного искусства. Наталья Каприленко, Игорь Морищенко. Итоги недели. Новый год. Время исполнения желаний. В эти праздничные дни никто не должен оставаться без внимания, заботы и подарка. В благотворительном марафоне принимали участие представители власти, общественных организаций, трудовые коллективы, волонтеры и другие небезразличные люди. О том, как совершались чудеса, расскажет Анна Корольчук. Создавать праздничное настроение тем, кто больше всего в нем нуждается – добрая традиция. Областной благотворительный новогодний праздник собрал в Гомельском цирке почти полторы тысячи детей из всех районов области. Среди них победители международных, областных, республиканских, творческих конкурсов и спортивных мероприятий. Также на праздник пригласили детей-инвалидов, сирот и детей из малообеспеченных, многодетных и приемных семей. Тех, кем гордятся и тех, кому готовы помочь. Десять самых одаренных детей области получили награду от председателя обл. полкома Владимира Дворника. Во время своего выступления он выразил благодарность всем учителям и родителям, чьи труды и забота приносят такие результаты. В этом году дети Гомельщины завоевали на республиканских конкурсах и фестивалях около трех тысяч дипломов. За каждым достижением – большой труд, вознагражденный радостью победы. Для меня очень важно поблагодарить сегодня и дать возможность, чтобы наши дети развивались дальше. Ну и, конечно, органы власти всегда так было, есть и будет, когда мы все делаем для того, чтобы дать возможность, чтобы все дети развивались в одинаковых условиях. И особую заботу проявляем для тех детей, которые сегодня остались без попечения родителей. Поэтому мы стараемся тоже выехать все возможности органов власти выехать к детям, поздравить, вручить подарки и создать такие хорошие семейные условия в эти праздничные дни. Гостями главной городской елки стали 500 талантливых и успешных школьников Гомеля. Новогодний утренник состоялся в городском центре культуры. Организаторы разместили здесь несколько фотозон, оформленных в стиле сказки «Снежная королева». В больших залах ГЦК расположились игровые и выставочные площадки. Затем программа утренника продолжилась в зрительном зале. Дети, которые в уходящем году добились высоких достижений в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, получили новогодние подарки из рук председателя горосполкома Петра Кириченко. Поздравить воспитанников санаторной школы-интерната для детей с заболеваниями костно-мышечной системы в Костюковку приехал помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель председателя Гомельского облсполкома Владимир Привалов и начальник управления образования Сергей Порошин. Каждому ребенку гости привезли подарки. Кроме того, учреждению передали сертификаты на обновление материально-технической базы. Благодаря этому здесь могут приобрести оборудование для столовой, интерактивную доску и спортивный инвентарь. В школе-интернате живут и учатся около 200 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 9 до 15 лет. В рамках республиканской акции «Наши дети» подарки и поздравления принимали воспитанники у Луковской вспомогательной школы-интерната Гомельского района. Здесь находятся 120 детей с особенностями развития. Задача персонала – подготовить воспитанников к самостоятельной взрослой жизни. С новогодними поздравлениями школу-интернат посетили председатель Белтель радиокомпании Геннадий Давыдска и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Подарок учреждения получило компьютерную и бытовую технику. «Может, мы порой даже бывают усложняем многие вещи, а, наверное, самое важное кроется в простых вещах. Это в том, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы были добрее друг другу, искреннее друг другу и не проходили, если кому-то тяжело и сложно, и протягивали руку, подставляли плечо. Тогда общество станет крепче, сильнее, и будет нам всем комфортнее жить. И просто будет в целом людям надежнее чувствовать, что есть в жизни всегда рядом кто-то, кто себя поможет и подставит плечо». Гостей встречали в больницах, детских домах, многодетных и приемных семьях по всей области. С подарками и поздравлениями к ним приезжали активистки Белорусского союза женщин, Красного Креста, Белорусского детского фонда, Общественного объединения «Беларусь», клуба деловых женщин, Гомельской епархии и многие другие. Вместе с ними свой вклад в новогодний марафон внесли и люди в форме – представители силовых структур, прокуратуры и пограничной службы. Международные новогодние утренники в Гомеле, Речице, Калинковичах и Чечерском районе прошли при поддержке Гомельского отделения Белорусского фонда мира. «Если вы еще не успели присоединиться к благотворительному марафону, то у вас есть возможность начать Новый год с доброго дела. В торговых центрах продолжают работать «Елки желаний». Чтобы стать Дедом Морозом и подарить радость ребенку, который действительно в ней нуждается, достаточно выбрать открытку, купить то, о чем просит малыш, и передать это в администрацию торгового объекта. В преддверии Старого Нового года волонтеру передадут все подарки адресатам. И, возможно, именно вы поможете кому-то маленькому поверить в большое волшебство. Анна Корольчук, Игорь Морещенко. Новости недели. Концерты и премьеры, выставки и презентации, яркие визиты и фестивали. Культурная жизнь города и области сверкала фейерверком эмоций. Каким был уходящий год в мире культуры и искусства? Чем удивил и чем порадовал? Самые яркие события вспоминал Александр Лупиненко. Не успели отгреметь новогодние салюты 2017, а мир культуры и искусств поспешил пригласить гамильчан и гостей города в концертные залы и выставочные галереи. Сотни гастролей, десятки премьер, незабываемые выставки и удивительные встречи. Но обо всем по порядку. Ярким событием начала 2017 года в мире культуры, безусловно, стал большой концерт легендарного оркестра под управлением Михаила Финберга. Для гамильчан маэстро подготовил уникальную программу «Шлягеры на все времена». Весь вечер звучали популярные джазовые композиции, а на сцене пели известные артисты. Следом за оркестром зазвучала скрипка. Музыкальную весну открыл скрипач, певец, музыкант и триумфатор Евровидения Александр Рыбак. Это первый визит норвежского белоруса в наш город. В Гомеле артист задержался на несколько дней, давал мастер-классы гомельским юным скрипачам и репетировал свою программу с гомельским городским оркестром. На концерте зрители услышали все хиты Рыбака и многочисленные классические произведения. Что же касается гастрольных маршрутов, то этой весной нас посетили Лия Хиджакова, Максим Аверин, Александр Солодуха. Конечно же, большой концерт, золотая коллекция белорусской песни. Но также эта весна запомнилась нам и как юбилейная. Гомельская областная филармония отпраздновала свое 50-летие. Стоит отметить, что именно в ее стенах начинали свой старт в мир шоу-бизнеса такие мэтры современности, как Александр Градский, Александр Буйнов и Анатолий Ермоленко. Много ярких звезд приняли участие и в торжествах. Безусловно, весна – время красоты. Это также отразилось и в мире культуры. Конкурс красоты «Королева весна» уже завоевал своих почитателей. Вот и в этот раз, после многочисленных кастингов и полуфинала, на главный подиум красоты вышли лучшие студентки вуза в Гомельской области. Чуть позже эстафету элегантности подхватила и мужская часть. Конкурс «Мистер Гомель-2017» едва уместил всех желающих увидеть это невероятное фэшн-состязание за право быть лучшим. В завершении весеннего сезона сцена Гомельского областного драматического театра собрала лучшие спектакли из разных стран мира на уже ставшие традиционными славянские театральные встречи. В рамках мероприятия прошли встречи с режиссерами, премьеры, форумы и мастер-классы. Летний сезон традиционно считается отпускным, но только не в мире культуры. Летние гастроли открыл ансамбль народной музыки «Бяседа». Зажигательные ритмы, любимые мелодии и отсутствие свободных мест в зале. Июль традиционно запомнился гомельчанам и гостям праздником Купалия. Народный обряд, реконструкции, импровизированные концерты и ярмарки представили во всех районах Гомеля. И, конечно же, было много вкусных угощений. Первый фестиваль уличной еды в Гомеле привлек огромное количество гурманов и любителей гамбургеров. Участники, в свою очередь, постарались удивить шедеврами кулинарии и напитками. Август начался с большого праздника хендмейда. Модное во всей Европе направление приобретает популярность и у нас. Все посетители смогли не только приобрести эксклюзивные сувениры, но и обучиться азам того или иного мастерства. Осенний период – время, когда филармонии и театры объявляют о начале новых сезонов. Премьерами радуют и выставочные галереи. Библиотека Герцена представила уникальную выставку. В ней собрали небывалую коллекцию неглюбских рушников. Каждый орнамент – это целая история с продолжением. А выставочные залы Дворца Румянцевых и Паскевичей пригласили всех окунуться в атмосферу Октябрьской революции, которой, к слову, в этом году исполнилось 100 лет. Стоит отметить, что в осенне-зимний период мы также поздравляли юбиляров. Четверть века отпраздновал Гомельский молодежный театр, а в начале декабря поздравление в честь своего 45-летия принимал Гомельский госцирк. Любители кинематографа также не скучали. Гомельские кинотеатры вместе со всей мировой кинообщественностью приглашали на премьеры и устраивали дни кино. Так в декабре в Гомеле киноманы посетили дни российского кино. Яркое шоу в зимний период представил и мир моды. Конкурс красоты «Миссис Гомель-2017» вызвал небывалый интерес и подарил множество положительных эмоций. Таким нам запомнился 2017-й. Впереди новогодние праздники, а это значит, что мир культуры и искусств уже подготовил для нас огромное количество приятных сюрпризов. О них события недели вам расскажут уже в новом выпуске в 2018 году. Беларусь – хозяйка вторых европейских игр. Они пройдут в 2019 году в Минске. Это один из самых главных информационных поводов 2017-го. На финишный прямой конкурс по выбору талисмана спортивного форма. Утвержден план мероприятий для болельщиков и официальных делегаций. В стадии разработки – экскурсионные маршруты для гостей. С уверенностью можно сказать – Беларусь дышит спортом. В масштабах Гомельской области 2017-й был не менее успешен и принес болельщикам целый ряд поводов для радости. Подробности у Михаила Садовского. После череды неприятных событий 2016-го года, связанных с белорусской греблей, наши спортсмены доказали – одни из самых сильных в мире – белорусы. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каное принес нашей сборной 6 наград. Два золота и четыре бронзы. Ровно половина из этих медалей на счету представителей Гомельской области. Чемпионкой мира стала Ольга Худенко. Роман Петрушенко завоевал бронзу. Алена Ноздрева и Камила Бобрт также поднялись на третью ступень пьедестала почета мирового форума. Ну а основные победы пришлись на командные виды. Мужская и женская гандбольные дружины. Минифутбольный ВРЗ, хоккейный клуб Гомель – вот список главных триумфаторов сезона. Важно отметить, что моменты славы наших спортсменов гомельские болельщики могли наблюдать воочию. Мы предлагаем вспомнить основные спортивные события уходящего года. Женская половина гандбольного клуба Гомель первый трофей завоевала уже в апреле. Второй год подряд наши девушки выиграли Кубок Балтийской лиги. Решающие матчи проходили на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. В финале был обыгран принципиальный соперник – БНТУ Белас. Причем эти же команды ожидаемо сошлись и в финале Кубка страны, который состоялся в мае. Подопечные Томожа Чатера снова оказались сильнее и в третий раз подряд привезли трофей в Гомель. На этом противостояние гомельской и минской команды не закончилось. Впереди был самый важный отрезок сезона – финал чемпионата страны. В пятиматчевом противостоянии спортивная фортуна оказалась на стороне Гомеля, и наши девушки заслуженно стали двукратными чемпионками Беларуси. Не осталась в стороне и мужская половина гонбольного клуба «Гомель». В матчах за третье место чемпионата гомельчане сошлись с Гродненским Кронаном. Серия продлилась всего два матча, в которых оба раза сильнее были подопечные Сергея Цыганкова. Таким образом, мужская команда Гомеля уже в четвертый раз подряд примерила бронзовые медали. Конец мая и июнь принесли развязку чемпионата Беларуси по мини-футболу. Особенно волнительным это было для гомельских болельщиков, ведь местный ВРЗ впервые завоевал медали национального первенства. Более того, подопечные Анатолия Яновского претендовали на чемпионство. И кто знает, как бы сложилось, если бы не кадровые проблемы на финишном отрезке. За золото гомельчанам предстояло бороться до трех побед со столицей. Увы, все три матча наши парни проиграли. Тем не менее, они без преувеличения проиграли как герои. Да и серебряные медали чемпионата тоже достойный результат. Одна из самых громких побед состоялась буквально на днях. Хоккейный клуб «Гомель» в пятый раз выиграл кубок Руслана Салея. В финале нынешнего розыгрыша трофея «Рысям» противостоял гродненский «Неман». В первом поединке в «Гомеле» команды начали решающую серию с ничьей 2-2. Так что перед матчем в Гродно преимущества не было ни у одной из дружин. Интересно, что и по результатам 60 минут второй встречи на табло горели эти же цифры. Таким образом, исход финала командам предстояло решить в овертайме, который забитых шайб не принес. В серии буллитов отлично проявил себя галкипер Гомельчан, оставив свои ворота на замке. Ну а исход противостояния решил Игорь Нестеров. Его бросок принес Гомелю первый трофей за пять лет. Для спортсменов Гомельской области это был успешный год. Впереди 2018-й, и мы небезосновательно ждем новых побед. Гомельские команды в своих чемпионатах претендуют на самые высокие места. Да и год предстоит олимпийский. Гомельчане наверняка приложат все усилия для того, чтобы белорусский гимн как можно чаще звучал на спортивных площадках. Михаил Садовский, Василий Осипцов. Итоги года. И на этом наш выпуск завершен. Сотрудники телерадиокомпании Гомель поздравляют вас, уважаемые зрители, с Новым годом. Мы всегда рады каждой новой встрече. Мы работаем для вас и надеемся, что и в следующем году вы с интересом будете смотреть наши программы. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok